Очередная камера с Алиэкспресс и это бюджетный вариант камеры, которую ты хотел бы заказать на замену Hikvision и Dahua. Дорогих производителей, это бюджетный вариант с протоколами Hikvision Dahua. Магазин ASCAM многим известный, переходи по ссылке, все по видеонаблюдению, все классно и недорого. 8 мегапикселей 3.6 мм объектив, есть возможность выбрать с меньшим разрешением и с более широкоугольным объективом 2.8 мм и кажется там есть еще 6 мм объектив, более дальнобойный. Взял я на этот раз, в основном брал-то камеры, вам показывал с широкоугольными объективами 2.8 мм, но в этот раз взял камеру именно с 3.6 стандарт, который никак не искажает картинку. Широкоугольный делает картинку широкой и немного забирает качество. Здесь стандартный вариант, поя камера 48 вольт может работать и по 12 вольтам. 4К, аж 265 формат сжатия и также камера имеет он вив протокол совместимости с оборудованием других производителей. То есть Хиквижн Дахуа протоколы зашиты и именно она будет работать с оборудованием Дахуа Хиквижн в полной мере. Ну а с другими производителями по он вив протоколу совместимости, а там мы уже посмотрим, как она будет работать с моим XMI видеорегистратором. Огромный плюс камеры, что это полностью металлический корпус. Начиная от кронштейна, вот это все-все-все металл. Далее накладка, это идет пластиковая, под ней винты крепления, камера изымается, корпус полностью литой. Видите вы, что ничего нигде нету, полностью литье. Камера изымается сюда и также смонтируется. Три ночных режима, эти светодиоды могут выступать как инфракрасными ночью, так и белого свечения. Камера ПОЕ и также 12-вольтовый разъем есть, который можем заглушить, если будем использовать по ПОЕ 48 вольт. В общем-то, что я сейчас и сделаю. Будем использовать для подключения один вот разъем РЖ-45. Нужно смонтировать герметичную муфту сюда. Также она есть в комплекте и на видео на одном. Я тебе показывал именно специализированное по монтажу этой муфты. Кому нужно, пиши комментарий. Роман, дайте ссылку на это видео. Я вам захожу и даю ссылку, я читаю все ваши комментарии. Монтажный набор, который можно использовать. Качественные дюбели идут и качественные к ним винты. Хороший кронштейн регулировка. Камера очень удобная. Чуть ли не одной рукой ты все это будешь делать на большой высоте. Удобно регулировать. Значит, камера не имеет Wi-Fi. Камера не имеет слота для карты памяти. Соответственно, она не имеет внутреннего хранилища. И это идеальный вариант для работы в твоей домашней системе, которая имеет ПОЕ видеорегистратор. Или же простой видеорегистратор, а камеру ты будешь подключать. Или 12 вольтами, или ПОЕ, как захочешь. Или же ПОЕ коммутатор 48 вольт у тебя есть. Все, кто это имеют, они понимают, о чем я говорю. Кто не имеет, то смотри видео, я тебе рассказываю. Эта IP-камера, по сути, она как самостоятельное устройство может работать. Но хранить негде. Если у тебя сервер какой-то есть свой, или на компе ты будешь хранить, ты можешь ее использовать. Встроенный микрофон есть. В общем-то, все, что нужно есть на почту, может присылать уведомление. Можно ее отслеживать как одиночный вариант с приложения на смартфоне. IP-камера полностью компьютер. Но вот в таком вот изготовлении, с немного урезанными возможностями. Но не всем, например, Wi-Fi нужен. Поэтому, кто знает, что такое подключение по кабелю, и насколько оно надежнее Wi-Fi, а те уже как Wi-Fi камеры не рассматривают. А вот приобретают такие. Что использовать буду для подключения сейчас на столе. В последующем я просто эту камеру вынесу на улицу. И у меня там есть кабель по ПОЯ от коммутатора подключенный. Просто прикручу ее и втыкну кабель. А для того, чтобы на столе вам показать подключение, то буду использовать ПОЯ блок питания. Одиночный для подключения таких вот камер. 48 вольт 0,5 ампера. Разъем ПОЯ, разъем LAN. В разъем ПОЯ я подключаю кабель. И этот кабель может быть 100 метров до камеры идущей. По 12 вольтам до 30 метров. И то там уже на таком расстоянии уже выступает первым планом качество кабеля, качество разъемов, качество соединений, качество блока питания. Потому что может быть просадка ПОЯ. Вот если использовать такой блочок, то до 100 метров. А если использовать коммутатор с функцией Extended, продление, то там возможно и 250 метров. То есть идеальное подключение это ПОЯ камер. Кабель от роутера. Другой конец, 45-го. Роутер подключен. Как обжимать? Все я вам показываю. Все это можно делать самостоятельно. Кабели можно покупать и готовые по метражу, обжатые. Но ты можешь сам витую пару купить в строительном магазине. Сколько нужно себе обрезать. Купить разъемы такие. И обжать. Обжимки недорого стоят. Но можно даже это сделать отверткой. Если не хочешь покупать обжимку. И вот это все подключаю в розетку 220. Идеальный вариант рядом с роутером. Чтобы небольшой кабель от роутера был. Ну а до камеры уже идет кабель нужной тебе длины. Мигнула она резко светодиодами. Сейчас должна щелкнуть ИК-фильтром. Обычная загрузка. Обычной IP-камеры. И в общем-то ничего больше тебе делать не нужно. Никаких танцев с бубном с заменой IP-адреса. На камере включена функция DHCP с завода. То есть она подстраивается под твою домашнюю подсеть. Кстати есть и Иксимаевский у нее протокол. Видеорегистратор нашел ее в домашней сети. Как стандартную Иксимаевскую камеру. Localhost. Название, имя устройства. Стандартный IP-адрес по умолчанию заводской Иксимаевских камер. 192.168.1.10. Порт. 34567. Камера на мониторе видеорегистратора. На свободном канале. Наконец-то пришла долгожданная зима. 13 марта. Очень долго ждали. Не было снега всю зиму. Но это отдельное уже видео. Качество. Не скажу, что качество с этой камеры сильно суперовое. Есть камеры конечно. Которые имеют лучшую картинку. Лучшую детализацию. Тут как бы даже на глаз не скажешь. Что именно это 4К. Настоящие там 8 мегапикселей. Интерполяция. Есть скорее всего здесь 5 мегапикселей. Я вот именно цифровым способом. Увеличена до 4К. Таких вот. Но плюс этой камеры в чем? В ее универсальности. Вот ты не знаешь будет ли работать. С твоих. Какие камеры будут работать своим видеорегистратором. Эту берешь. Вот она стоит недорого. И 100% она будет работать. То есть или по NVIF. Или по вот этим вот протоколам. Запись идет по всем движениям. По изменению в картинке скорее всего. На видеорегистратор. Вот постоянно. Веб интерфейс камеры. Хиквиженовский. На Google Chrome в поисковой строке. Ввел внутренний IP адрес камеры. Переключишь язык. Сразу на китайском. Есть русский. Админ и пароль. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Входа на камеру. Скорее всего понадобится. Скачка активексов. Но для меня тут не важно. Предпросмотр. Мне нужно. На конфигурацию устройства. И посмотреть, что здесь у нас по настройкам камеры. Какие есть возможности. Что может не считывает видеорегистратор. Информация по устройству. Понятно. Языковые настройки. Настройки времени. Но оно синхронизировалось. Все. При первом подключении в сеть. Настройки пользователя. Понятно. Пароли. Различные моменты. Хранилище. Нету слота. Был бы слот. Было бы обслуживание системы. Время перезагрузки. Автоматом. Поток. Основной. Вот разрешение. Вот 4К. С возможностью смены. Опять же отсюда. Частота кадров 15. Можешь менять. Вот с веб-интерфейса. Основной и дополнительный поток. Также можешь регулировать. Настройки аудио. Настройки ОСД. Именно отметок на название камеры. По времени. Отметка по дате. Куда переносить. И менять можешь. Вот вверх-вниз. В строку вторую еще можешь прописать. Какую хочешь. Настройки изображения. Ну все русифицировано. Для тебя все будет понятно. Даже интересно будет разбираться. Освещением управления. Три ночных режима. Здесь режим день-ночь. Яркости. Менять. Ну я так понимаю. Что в хиквижинах. Именно вот такое. Вот все настройки такие. Область повышенного внимания. Включить область. И закрыть область. Имеется в виду. Исключаем ту область. Для видеонаблюдения. Которая не нужна. Например. Соседи жалуются. Что ваша камера смотрит. Не помню как это называется. Напишите в комментариях. Постоянно вылетает из головы. Исключаешь. И будет черный квадрат на этом месте. Писаться. Обновить изображение. Сохранить. И на видеорегистраторе. Вот такая вот черная рамка. То есть это будет она везде. Откуда бы ты не просматривал. И также будет писаться информация с такой вот рамкой черной. На куда ты сохранишь запись. Я наверное очищу. Потому что я не хочу никаких областей закрашивать. Тревога. И по тревоге. Обнаружение человека. Есть обнаружение человека. По графику можешь ставить. И здесь именно тревожные настройки. По исключению области. Смотрите. Там черная рамка была. Здесь исключаем область. Там где не хотим. Чтоб было движение. С видеорегистратора что-то у меня не взялось. Обновить изображение. Обновил. Дальше настрою. Здесь внизу настройки различные. По чувствительности. Показать человека. Рамка. И отправить письмо по электронной почте. На фтп сервер. Длительность тревожной тревоги. Чувствительность. Вывод звука. Тревожный вывод. Скорее всего здесь по таким камерам. Которые имеют там динамики. Различные моменты. Стройки. РТСП. Настройки. Онвив. Онвив включен. Можно онвив выключить. Для многих это важно. Онвив выключить. Чтобы не было вообще доступа до камеры. Например. Никакого. Настройки. HTTP. Электронной почты. Настройки платформ. Да. С видеорегистратора. Все таки. Переключил камеру. С феб интерфейса камеры. Потому что открытый. На 5 мегапикселей. И 25 кадров в секунду поставилось. Просмотр. Глазом. Ну. В общем то. Ничего такого не меняется. Как бы. Картинка такая. Как была. Глазу незаметная. А вот. Плавность. Картинки добавилась. Более реалистичная. Получилось. Исключил область. Вот эту. Так же с феб интерфейса. Убрал закрашивание. То есть. По сути. Я поставил камеру. Включил по человеку. Но люди пока не ходят. И ждем по человеку. Будет ли работать. Именно тревога. Чисто по человеку. И некому ж подсказать. И вы молчите. Я ж уже делал обзор. На похожую. Даже наверное. На подобную камеру. Видео наблюдения. Все. Старые уже провалы в памяти. Смотрите. Есть у меня. Именно две. Такие камеры. Вот две точно таких. Отдам я тебе по цене Алиэкспресс. В Украине. У кого видеорегистратор. Хиквижн. У кого видеорегистратор. Дахуа. Пое видеорегистраторы. Или обычный. НВР сетевой. Ужна тебе такая камера. В твоей системе. Будет она работать. С Дахуа. И с Хиквижн. В полной мере. По людям. Адекватно будет писать тревогу. По Иксимайскому видеорегистратору. Не хочет она адекватно работать. По тревоге. Я уже тут и экспериментировал. И перезагружал. И настройки менял. И то и все. Вроде бы держит. Не пишет. Потом постоянно. Вот тревога выбивает. То есть совместимости полной. С Иксимайским нету. Так общую может постоянку писать. Ну кому оно сейчас надо. Без аналитики. Поэтому. С Хиквижн. С Дахуа. Работать по людям будет. Картинка дневная. Видели вы. Ночная картинка. Сейчас. Полноцветный ночной режим. Также неплохой. Будет освещение. Вот на улице. То она наверное и не будет переходить. В черно-белый режим. Потому что фотоэлемент настроен на минимальную освещенность. До последнего она держится в свете. Поэтому будет уличное освещение. Она в цвете. Тебе будет ночью показывать. В нормальном качестве. Со включенными белыми светодиодами. Тоже довольно таки приличная картинка. Отлично. Будут вот так они светить. И дополнительная освещенность есть. Если у тебя полностью темная территория в том месте. Отличная цветная картинка. Шумов в глазу не видно. Предметы. Ну предметы опять же не сильно различимы. Но довольно таки для ночной картинки. Это нормально. За такую стоимость камеры. Довольно таки неплохо. На сегодня все. Подписывайся на канал. Заходи в телеграм. Там тебе продаю то что показываю на видео обзорах. На своих по цене Алиэкспресс. Всем удачи и до следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...